Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений и в этом видеоролике я расскажу вам, как зарабатывать на стейкинге монет на децентрализованной бирже Pancake Swap. Для этого нужно зайти сюда, естественно, и подключить свой кошелек. На выбор здесь достаточное количество, мой любимый будет Metamask. Разблокируем кошелек и заходим сюда. Для того, чтобы здесь торговать, нужна сеть Binance Smart Chain. Изначально на Metamask сеть Ethereum и как подключить сеть Binance Smart Chain у меня есть отдельный ролик. Все эти ролики можно найти на канале, как создать Metamask кошелек, как подключить Binance Smart Chain, как перевести токены на Metamask через эту сеть с биржи Binance и так далее. Все это есть, смотрите, ссылки в описании будут. После того, как вы подключили свой кошелек, нужно перейти во вкладку Earn, а в ней уже во вкладку Pulse. И вот здесь начинается самое интересное. Можно отправить под стейкинг монету Cake или любые другие, которые здесь доступны, но вы будете получать вознаграждение в токене Cake. И на этой странице нужно выбрать, какой токен вы хотите отправить под стейкинг. В моем случае это Cake. Вот я отправил свои Cake под стейкинг и заработал уже 5,2 Cake, что принесло мне в сумме почти 100 долларов прибыли. В зависимости от того, как цена токена скачет вверх или вниз, эта сумма тоже увеличивается или падает. Так как данный токен Cake является токеном биржи Pancake Swap, то и стейкать его здесь намного выгоднее. Как вы видите, здесь можно под стейкинг отправить этот токен и получать 55% годовых или 72,6%. В то время как Binance предлагает нам совершенно другие проценты. Давайте посмотрим и сравним. Вот мы видим, что 30 дней, если будет стейкаться токен, то мы получим 31%, если на 60 дней он увеличивается до 36%, а на 90 дней всего лишь 42%. Всего лишь потому, что здесь мы видим минимальный процент это 55% или же 72% и не нужно ничего выдумывать. Тот же токен, тот же стейкинг только в другом месте. Перед тем, как показать вам, как отправляются токены под стейкинг, я вам расскажу, в чем разница мануального варианта от автоматического. Я пользуюсь автоматическим, потому что он удобнее, но первоначально был только мануальный. И вот в чем разница. В мануальный вы отправляете токены и когда накапала прибыль, вам нужно вручную зайти и нажать кнопку коллег, чтобы забрать эти токены, ну вот эту прибыль и отправить на кошелек MetaMask. Это означает, что снова заплатить комиссию, потому что когда вы их сюда отправляете, вы тоже ее платите. И каждый раз, когда будете забирать прибыль, вы тоже будете платить. И это немножечко неудобно, потому что прибыль накапала, но она не работает. А вот в автоматическом все принципиально иначе. Токены, которые вы отправляете в автоматический вариант, они начинают работать на автомате. Что это означает? Вот я вам приведу пример. Я закинул 100 токенов и уже мне накапало 5,2 кейка на халяву. За то, что я вот жду и мне капает процент. Но эти токены не просто накапали. Их не нужно заходить там вручную, что-то нажимать, коллег, забрать, заплатить комиссию еще за это. Ничего не нужно. Они вот мне накапали и сразу отправились в работу. Теперь я получаю процент не со 100 токенов, а со 105. И это очень удобно. Для того, чтобы отправить токены кейк под стейкинг, вам нужно эти токены купить на бирже Binance и отправить на кошелек Metamask. Либо же я, например, взял с Binance, кинул сюда на Metamask токен BNB. И сейчас за этот BNB куплю токен кейк на PancakeSwap. Для этого я перехожу в раздел Trade. Вот мой токен BNB, который имеется на Metamask. И выбираю токен, который я хочу купить. В данном случае кейк. Пишем его в поиске, либо выбираем в списке. Давайте, допустим, купим пол кейка. Вот я хочу отправить пол кейка под стейкинг. Все, я его вот меняю, покупаю, подписываю, подтверждаю, плачу комиссию. Открываю Metamask, смотрю. И вижу, что транзакция прошла, но токен не появился. Для того, чтобы токен появился, нужно его добавить. Давайте расширим вид для удобства. И перейдем на сайт BSSKAN. Здесь нам нужен адрес контракта. Вбиваем в поиске кейк. И копируем адрес. Скопировал, возвращаюсь в Metamask, нажимаю Import Tokens. Вставляю адрес контракта. Вот появился символ токена. Число десятичных знаков 18. Нажимаю Add Custom Token. И вижу, что я покупал 0.5 кейка. И вот он мне показывает все правильно. Так. Кейки отображаются. Теперь мы видим на балансе, что у нас появился кейк. И идем назад, стейкать его. Возвращаемся во вкладку Earn, Pools. И давайте я вам покажу на примере мануала. Заходим во вкладку Details. И нажимаем Enable. Здесь Metamask меня спрашивает разрешение. Нужно все подтвердить. Транзакция прошла успешно. Обновляем страницу. Заходим во вкладку. И для того, чтобы начать стейкать, нужно подключить кошелек. Для того, чтобы начать стейкать, нужно нажать кнопку Stake. Выбираем максимум. В моем случае это 0.5 кейка, то есть половина. Нажимаю Confirm. Снова в Metamask подписываю транзакцию. Транзакция успешно подписана. И теперь токен отправился под стейкинг. Видно, что полкейка здесь находится в стейкинге. И когда будут капать проценты, они будут попадать вот сюда. И для того, чтобы забрать свою прибыль, мне нужно будет нажимать кнопку Collect. Предположим, что мне не хочется уже ничего стейкать. Я заработал проценты. Я их забрал. Меня уже не устраивает этот вариант стейкинга. Ну, мне, например, деньги потребовались. Все, я хочу их забрать. Для этого нужно, опять же, зайти сюда на Pancake Swap. Перейти вот во вкладку Earn, Pulse. И во вкладке Details, конкретно вот где ваши токены находятся под стейкингом. Нужно нажать на минус. И забрать то количество, которое вы хотите. Можно забрать половину, то есть я заберу 0.25 кейка. Или же я хочу забрать все, то есть все, что я сюда закинул. Нажимаем Confirm. На Metamask нужно будет подтвердить все это. Заплатить комиссию, как я вам говорил. Транзакция подтверждена. Все хорошо. И кейк ушел из стейкинга. Все, здесь больше ничего нет. Если мы зайдем в Metamask, то здесь появился кейк. Давайте теперь отправим токены на автоматический стейкинг. Для этого нужно, если у меня уже здесь находятся токены, то нажать плюсик. Если их еще вообще нету, то, скорее всего, вот такая же кнопка стейк будет у вас вместо всего того, что сейчас вижу я. Итак, я хочу добавить токены, нажимаю плюс. Я хочу добавить максимальное количество, ну то есть мои полкейка. Нажимаю Confirm. Подтверждаю транзакцию. Транзакция прошла успешно. И видно, что токены добавились сюда. Было 5.2. Теперь 5.7. Ну почти его. Все, теперь именно эта сумма работает. И здесь вообще все обновилось. Например, прошло время, я решил забрать часть прибыли. И что нужно для этого сделать. Также заходим сюда. Открываем эту вкладку. И выбираем то количество токенов, которые хотим забрать. Давайте попробуем забрать назад тупо мои полкейка. Нажимаем минус. Если я нажму Max, то это я заберу все токены. В моем случае мне это не нужно. Поэтому я буду забирать только 0.5 кейка. Вот 0.5. Опять же, нужно все это подписать, заплатить комиссию. Поэтому это и невыгодно в мануале держать. Прикольнее, когда они находятся на автомате. Сколько заработалось, столько туда же накапало тебе в общую кучу. И продолжает все это работать. Все, я забрал 0.5 кейка. Давайте обновим. Все, вот отсюда они теперь ушли. Стало опять 105.2. И на MetaMask у меня снова лежат эти кейки. Ну вот на транзакциях немножко меньше получилось теперь. Как вы видите, очень легко получать прибыль таким способом. После того, как вы выводите прибыль на кошелек MetaMask, вы можете ее перекинуть на биржу Binance и уже обналичить. Или купить другие токены. Ну, либо заниматься своими делами через кошелек MetaMask. Где угодно и делая что угодно. Хочется отметить, что данные токены, вот 5.2 кейка, мне накапали за месяц. То есть, ну, можно сказать, что за год это получается 1200 из ниоткуда. Можно сказать 13 зарплата. Или же ежемесячная премия надбавка. То есть, раньше у меня лежали эти токены просто на бирже Binance. И я подумал, а почему они просто лежат? Давай-ка я их лучше застейкую. И таким образом стал получать дополнительное вознаграждение. Но я их не стремлюсь выводить. Чем больше мне капает сверху, тем больше суммы я получаю уже вознаграждение. То есть, у меня увеличивается число токенов. И даже вот, если посмотреть, сейчас он стоит 18 долларов. Я, например, покупал токены по 20. И несмотря на то, что токен даже упал в цене, ну, как бы меня это не сильно беспокоит. Потому что, когда я покупал, было 2000 цена актива. Сейчас токен немножко просел, но у меня практически те же 2000. За счет чего? За счет того, что токены увеличились. И, в принципе, я не сильно ничего не теряю. В то время, как токены будут увеличиваться в цене, у меня будет увеличиваться и цена общего актива. Это, короче, очень здорово. Поэтому я ничего не трогаю. Пусть оно копится и приносит мне больше прибыли. И если данное видео было для вас полезным и интересным, то обязательно ставьте лайк. Вы были на канале Путь Богача. И если нам по пути, то обязательно подписывайтесь еще и на канал. Впереди будет очень много интересного и полезного. Пишите комменты для продвижения или задавайте свои вопросы. А на этом у меня все, дорогие друзья. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok